Окей, вторая лекция. Эти две лекции посвящены покупке разобраться в областях, которые, мне кажется, ключевыми для развития вебов. Первая лекция была про стандарты, вторая лекция про социальные механизмы. Это область, которая, в общем, как на бумаге, в конференциях, статьях. Ее, по-моему, пока не существует. Но она находится в состоянии ремесленничества. То есть на практике люди как-то делают, а теории или какого-то систематического научного языка нет. И поэтому это очень интересно с точки зрения того, чтобы создавать новую теорию, ну и с точки зрения того, чтобы делать какие-то индивидуации. Итак, что такое social design? Но в науке есть такое понятие механизм-дизайн. Механизм-дизайн — это такой термин из экономики, и теория игр, который говорит о том, не как правильно играть в какую-нибудь фиксированную игру, а как установить правила для игры. Как установить правила для игры такие, что если игроки будут играть оптимальным образом, то некоторый параметр общей эффективности системы, некоторая целевая функция, которую вы хотите от всей этой системы, она будет максимальной. Вот это область деятельности, механизм-дизайн. За нее, кстати, дали Нобелевскую премию 2007 года. За эту область. Трем людям. Один из которых, Владимир Крубич, хотел сразу попросить. Правда, гордиться этим не очень стоит, потому что его родители были взяты плен в Польше российскими войсками. Так что роль Советского Союза тут не очень позитивная. А социал-дизайн — это мой термин, который я просто... Это же типа механизм-дизайна в области социальных сетей, в области социальных систем. Потому что все-таки механизм-дизайн — это уже научный, действительно научный раздел, где есть свой язык, где есть свои модели, очень-очень жесткие, фиксированные, очень такие математические. В социал-дизайн я включаю всякие такие анестатические истории, которые на математику не похожи. Итак, поговорю какие-то общие слова про социал-дизайн, потом расскажу просто конкретные истории, которые мне нравятся, опять же несколько своих идей, ну и какие-то открытые пранки. Так, сначала общие слова. Я противопоставляю как бы у себя в голове социал-дизайн о машин-лёне. Машин-лёне — это такая хорошо устоявшаяся область, которая говорит, как решать задачи искусственного интеллекта. Типа предсказать, рекомендовать, найти. Такого рода задачки. Как это делается? Собирается все возможные данные, которые только можно собрать, находятся какие-нибудь тренировочные примеры, на них учится, алгоритм выучивает самую удачную формулу. Та формула, которая на входных данных, на тренировочных примерах, дает правильный ответ. После этого эта формула впускается, так сказать, в вольный мир. Хороший пример здесь — это интернет-реклама, таргетирование рекламы, да? То есть вы что-то знаете про площадку, что-то знаете про пользователя, я имею в виду контекстную рекламу, да? И вы учите алгоритм, который... И вы знаете, есть хорошие примеры, когда пользователь действительно кликнул. И вы хотите на этих парах угадать, какое правильное соответствие между рекламой и контекстом. Лучше ли делать контекст по географии, или лучше по ключевым словам, или лучше там... То есть что из этого работает лучше, в каких пропорциях и так далее. Ну вот, и надо сказать, что внутри компании типа Google или Yahoo, если вы посмотрите на людей как бы с... у которых есть кандидатские степени, большинство из них — кандидатские степени по машин-лиони. Если вы посмотрите на научный кадр в больших компаниях, машин-лиони — это основное, то есть они набирают в основном машин-лиони людей, и с Facebook то же самое. И просто у них работает, и это воскрепляет. То есть это основной подход, и там есть очень много разных задач, не знаю, определить пол пользователя по всему, что мы по нему собрали. Дан ЖЖ и сказать его пол. Нет, им это не так интересно. Нет, первый эффект по имени. А, по имени, да-да-да. Потом по глаголам прошедшего времени в ЖЖ там что-то. Окей. Но есть как бы альтернатива. Альтернатива — это социал-дизайн. В социал-дизайн вместо того, чтобы угадывать и вручивать что-то, вы занимаетесь мотивировкой. То есть вместо того, чтобы угадывать, какая пользователя нужна реклама, вы пытаетесь его всеми правилами и неправилами попросить, заставить, мотивировать, вдохновить, опубликовать виш-лист. Если он сам честно скажет, что ему нужно, то реклама показывать будет намного проще. И мне кажется, что в отдельных областях этот подход реально не догнать машине. то есть понятно, что надо их как-то комбинировать. Каждый метод имеет свой ключ. Но мне кажется, что вот этот метод он менее изучен, менее научен, но у него большой потенциал. Приложить. Поиск. В плане поиска есть такой стартап Вики. Кто-нибудь слышал? Это новая компания основателя Википедии, Джимми Уэллсом, который хочет сделать поиск, к которому люди делают подсказки. То есть как Википедию люди пишут статьи, он хочет делать поиск, к которому люди помогают определиться, что важно, что не важно, каким шучевым словам соответствует тот или иной сайт, является ли этот сайт спамом и так далее. То есть он просит помощи у людей. Ну, в своих помощи. Этот проект был запущен в закрытом тестировании в январе 2008-го, так что пока про него много что сказать не было. А дальше это рекомендущая система. Опять же, можно строить рекомендущую систему на основе как бы... Вот у вас есть база рейтингов? Это один подход. А есть рекомендущая система Алло, Маша, скажи мне какой фильм посмотреть. Это социальный инцидейл. Дальше, следующий момент это как заставлять пользователей проводить больше времени на вашем сайте, публиковать больше фотографий, иметь больше друзей, а хранить свой профиль открытым и незакрытым. И так далее. То есть найти способы и мотивировки открытости и публикации. Следующий момент это действительно удерживать пользователей. Дальше спам. Опять же спам можно... Основной метод это конечно машинлёгинг. То есть вы выучиваете, какие ключевые слова чаще встречаются спама, с каких адресов он идёт и так далее. Но есть кнопочка report спам. Это когда пользователи говорят, я думаю, что это спам, это лоя жанра. Это элемент социальный дизайн. То есть вы используете людей как вычислительное устройство по распознаванию спама. То есть вы включаете людей в алгоритмы. То есть ещё одна идея внутри социальный дизайн это надо мотивировками заниматься и надо использовать людей как вычислительные устройства. Программа лояльности. Опять же разработка правил для программы лояльности. То есть какие покупки каким бонусом ведут. Это тоже элемент социальный дизайн. Потому что вы устанавливаете какую-то формулу и в зависимости от этой формулы вы влияете на победение людей. На то, что они покупают, как они покупают и так далее. То есть вы можете говорить, что если люди больше покупают, то им скидка. И если они покупают в разных магазинах одной системой лояльности, то им больше скидка. В зависимости от того, какие правила вы установите. Люди на них адаптируются. Вы добиваетесь какой-то цель. Вопрос социал дизайна. Как выбрать оптимальные правила. Чтобы максимизировать то, что вы хотите максимировать. Ну вот реклама, я уже сказал, что таргетирование рекламы тоже можно решать с помощью социал дизайна. А в области веба у людей, которые контролируют какое-нибудь социальное приложение, какую-нибудь социальную платформу, какой-нибудь сервис, очень много инструментов для того, чтобы влиять на пользователи. Много. Это правила для вхождения в систему. Например, есть закрытые сайты, типа Dioti.ru или Prozori, где все мечтают получить инвайт, а не у кого, кстати, нет. А нет, правда. А вот Dioti — это такой легендарный сайт, когда 25 тысяч пользователей, они один раз на пару месяцев открыли свободную регистрацию, у них было 10 тысяч пользователей, стало там за 2 недели 25, и они снова закрыли. Опять инвайт-омли, и вот все гоняются по интернету, и затмениться с инвайт. Я хочу почистить и пользоваться. Да? Сейчас. А у тебя есть инвайт? Но смысл в том, что если у вас есть инвайт, то вы можете стать пользователем, если вы можете стать пользователем, вы можете туда публиковать информацию, а там очень большой трафик, то есть на него ходят 25 тысяч пользователей, я не знаю, может быть сотни тысяч человек, и если там попалась ссылка на ваш сайт, то на ваш сайт единовременно придет 20 тысяч людей, 50 тысяч людей. Это для многих очень привлекательная цель, поэтому многие хотели бы зарегистрироваться, но зарегистрироваться там просто не получится. А следующий момент — это виртуальные статусы. То есть сайты очень любят награждать, ну вот в форумах всякие были звездочки, там за количество постов, или в eBay по рейтингу продавца-покупателя, или в Yahoo Answers, человек, который дает больше всего хороших ответов, за которые люди голосуют вверх, и он получает какой-то приятный статус, у него профиль другого цвета, у него звездочка и как там. Следующий момент — это деньги. Можно управлять системой как регулируя цены, так и регулируя вознаграждения. Например, система аффилированного маркетинга Amazon и Ozone, когда вы ставите ссылку со своим вопросиком, свой идентификатор на книжку на Amazon, если кто-то по вашей ссылке эту книжку купил, вам идет какой-то процент. Вот Amazon объявил такие правила, и люди начинают ставить много ссылок на Amazon. Это тоже элемент социального метра. Дальше политика всевозможных правил и ограничений. Что открыто, что закрыто, что только для друзей, что открыто по API, а что открыто только для человеческих. Для людей открыто, для роботов не открыто. Еще интересный момент — это что по дефолту стоит. Потому что от этого очень много зависит. Как мы знаем, люди в основном пользуются тем, что стоит по дефолту. Соответственно, если в ВКонтакте по дефолту профиль открыт, а в Facebook по дефолту он закрыт, то соответственно ведут себя большая часть профиль. И это влияет на дух системы. Следующий момент — это правила распространения информации в сети. То есть, например, есть такая возможность как переслать что-нибудь всем друзьям. Если такая функция вообще физически существует, люди начинают это делать. Если ее нет, то люди этого не делают. Соответственно, от того, как мы установим правила... Вот есть, например, еще интересный пример с Хабрахабром. Там у каждого пользователя есть определенная репутация. Так вот интересно, что у пользователя с низким репутацией запрещается в комментариях и постах публиковать гиперссылки. То есть ты должен сначала заработать репутацию, а потом может свои спамерские ссылки туда вставлять. Какое интересное правило. Следующий момент — это, конечно, к кому какой доступ информации, кто к кому может обратиться. Потому что, например, в LinkedIn он строил свою коммерческую модель на том, что не каждый к каждому может просто так обратиться. Для того, чтобы даже послать... Вконтакте можно любому человеку послать «Хочу быть твоим другом». А в LinkedIn ты должен либо знать email, либо должен быть из одной школы, одного университета, одной компании, либо передавать по цепочке. То есть напрямую попроситься в друзья нельзя. Тут другие правила, другая структура графа получается. Ну и дальше всякие ограничения. Ограничения тоже элемент социального дизайна — это не больше десяти предложений в день. Или там... Не больше семьсот пятидесяти френдов в ЖЖ было такое. Ограничение когда-то. Или там... Ограниченное число сообщений. Или, например, ограниченное число сообщений с одинаковым текстом. Ну то есть ограничение тоже честно. То есть вы видите, что устроенный картиль не получается. То есть социальный дизайн — это какая-то не область. Я могу перечислить, например, отдельные куски, они как-то в единую красивую какую-то математическую теорию, в отличие от механизм дизайна, пока у меня в целом не складывается. То есть, может быть, надо отбросить часть, а остальное оставить. И как-то... Из этих кусков — это элементы, из чего можно делать, собственно, систему. Опять же, про терминологию. Я говорю social design, еще иногда говорю social engineering. То есть, дизайн, как по-русски перевести, проектирование, engineering — это как социальное программирование. Когда вы не определяете правила, а еще начинаете программировать с социальными переменами. Для всех людей, которые опубликовали больше пяти постов в ЖЖ, определить их статус зеленая звездочка. Это уже такое социальное программирование. Социальный инжиниринг — это когда вы строите социальные системы с помощью вот этих элементов. Окей, давайте разбирать пример. eBay. eBay — это самая знаменитая система депутации. Самая старая, самая знаменитая. eBay, вообще, как компания, к сожалению, идет вниз потихонечку, но с другой стороны, это вторая по вечерни компания, которая занимается электронной коммерцией, так что вроде бы не должны их погибнуть. Они недавно открыли из Георгинского подразделения, так что им теперь нужно на учетах. Там есть покупатели и продавцы. После каждой покупки и покупатель, и продавец имеют право поставить оценку второй стороне. Причем оценку бинарную. А, ну не бинарную. Плюс, минус или ноль. Позитив, негатив. При этом есть такие правила забавные, что эту оценку можно поставить не раньше, чем через три дня после транзакции. Если вы в гневе сразу хотите пропасать, то нельзя. И не позже, чем через два месяца. Если вы через год решили, ааа, все-таки он мне не понравился. Так нельзя. Соответственно, каждому человеку, вот интересно, показывается не отношение плюсиков и минусиков, 70% позитивных, а разница. Это очень странно, потому что вообще с радистиками в системе 98% плюсов. Дополнительный фидбэк еще имеет текстовое поле, но текстовое поле на оценку не влияет. Там можно написать замечательный, плохой, хороший или почему вы минус поставили. Кроме того, нововведение получается в том, что продавцы теперь не могут ставить минусы. Считается, что это сделано вот почему. Чтобы покупатели не стеснялись ставить минусы. Потому что иначе покупатель боится, но если ему кто-то не понравился, он поставил минус, но он может и на свою репутацию тоже получит минус, потому что продавец тогда уже... Как это называется? Ничего не стоит написать, ты сам дурак, меня делюрирует, ты сам для этого сам облиминоват. А закрытый конверт, а ты через месяц как-то вступаешь на социальный дизайн. Как ты правила установишь, так системы будут себя вести. Ты как бы экосистему строишь. Нет, у них так пока не делают. Почему, не знаю. Тут очень трудно доказать теорему. В закрытых конвертах будет лучше, чем в открытых. Как доказать такую теорему? Как это можно проверить, кроме эксперимента? Поэтому социальный дизайн пока это не наука, потому что никакого другого критерия истины, кроме практики нет. И даже демон версию никак не сделаешь, потому что это речь идет о всей экосистеме eBay. Ну и соответственно, после 12 месяцев эти очки стирали. То есть они где-то в архивах остаются, но на них нужно копаться не дуло. Дальше. Реклама и система. В самом общем виде рекламная система это система, которая делает мейчинг между событием. Это человек, его поисковый запрос, контекст, реклама, что-нибудь. И рекламы. И делает это дело по определенным правилам. Значит, правила у рекламной системы две. Во-первых, она выбирает, какие рекламные объявления показать. Во-вторых, определяет, сколько стоит клик. То есть если клик произошел, то сколько должен платить рекламодатель? Рекламодатели делают ставки. Например, они говорят, я хочу показать свою рекламу любому человеку, который искал в Google, слово «пластиковые окна». И готов платить 1 доллар за клик. А другой говорит 2 доллара. Как вы думаете, во-первых, чье рекламное объявление мы покажем, во-вторых, сколько он будет платить? Ну вот Google установит правила, эти правила известны. Просто я проверяю вашу интуицию. Как вы думаете? Как вы думаете? Кого из этих букв мы будем показывать, если да? Того, кто уже 2 доллара платит, будет платить 2 доллара. Хорошо. Ты говоришь, будет платить по второй цене, а только пока за 2 доллара. Это ответ в правильном управлении, но неправильный. Бывают ситуации, вполне себе понятные, когда мы будем выбирать человека, который платит 1 доллар. Нет. Он будет платить 2 доллара. Нет. Он будет платить, не исключено, что 10 центов. Но... Вопрос на какие-нибудь? Нет. Давайте спросим себя так. Что пытается максимизировать рекламная система? Общая прибыль. Кому больше не запасов пойдет, а оба таргетируются на пластиковую руку? Один может быть более известный или более интересный. По нему могут чаще ходить. Да. То есть смотрите, если на 1-долларовое объявление кликают в 50% случаев, а на 2$ в 10% случаев, так мы в 10% случаев получаем 2 доллара, а так мы в 50% случаев получаем 1 доллар. Где больше прибыли? Прибыли больше там, где... Понятно. 0,5 умножить на 1. Получается 0,5 доллара в среднем выиграем. А там в среднем выиграем 20 центов. То есть идея такая, что мы действительно проводим аукцион и платим по второй цене, но аукцион проводится не среди ставок, а ставка умножить на клик с рулей. Умножить на процент профилей. Потому что это будет мат ожидания прибыли. Мы проводим аукцион, по моему, от ожидания прибыли. И проблема, естественно, с поисковкой системой, что одни, когда до рекламодателей приходят, то полезнее у них клик с рулей. На дефолт какой-то поставить. Да, во-первых, по дефолту, а во-вторых, мы шли миллионы. То есть мы можем сказать, это рекламное объявление похоже на другие рекламные объявления, у них примерно такой клик с рулей, поэтому это, наверное, такой. То есть не то, что совсем глобальный дефолт. Может быть один дефолт у автомобильных объявлений, другой у других. Можем сказать предыдущее объявление от этого рекламодателя. Мы можем сделать тестовый запуск. Мы можем несколько раз его просто так показать, чтобы просто немножко выучить и разобраться, что почему. Есть разные подходы. То есть тут тоже есть поле для механизма дизайна, потому что мы можем менять правила определения цены, и мы можем менять правила выбора рекламы. Так немножко нечестно, конечно, потому что все остается тем, кто уже богатый. Ну, в смысле, понятно, кого больше кликают, того, скорее всего, и по карте. Поэтому его снова было больше. Поэтому, чтобы его перебить, если ты неизвестный, ты должен платить не 2 доллара, смотри, если тебя кликают в 5 раз меньше, ты должен платить в 5 раз больше. Это довольно частный механизм. То есть, если тебя кликают в 5 раз меньше, с тем, чтобы перешибить маркетинг конкуренции, ты должен платить в 5 раз больше. Такая вроде бы архитметика. Ну, вот, собственно, за этим механизмом стоит такой социальный принцип, что чем ты популярнее, тем дешевле тебе реклама. Таким образом, это дает мотивацию рекламодателю писать хорошее объявление. Чем более гнятное объявление он напишет, тем дешевле ему будет реклама. Так, следующая история про контакт. И это один из этих случаев, когда действительно в России придумали какие-то интересные социальные механизмы, которых я нигде... Ну, в общем, вроде бы неправильных нет. Ну, контактовская система репутации — это вот эти проценты типа заполненности профиля. История такова, да? Да, в начале... Какой максимальный процент можно было набрать? 98 процентов, да? Почему это два последних процента? Если вам не давались. По-моему, Паша сразу был до 100. И все дальше друг у друга спрашивают, как получить два последних процента? Вроде все заполнили. Ну, говорилось, надо пригласить друзей. Если вы пригласите друзей, тех, которые еще не зарегистрированы в контакте, они регистрируются, укладывают фотографию и заполняют профиль на сколько-то процентов, то вам идет еще один новый процент. Таким образом, пригласив несколько друзей, можно было набрать больше 100. И вот становится такая золотая полосочка. Видите, статус опять. 110, 20. И дальше была черная ночь для всех обладателей репутации. Никто не помнит, когда у всех стало минус 20 процентов. Было одно конкретно такое печальное утро, когда все проснулись. Их было там 113, а стало 93. Все были единовременно ограблены на 20 процентов. А это был день, когда была введена функция места. Было объявлено, что те, кто заполнил функцию места, получат обратно свои 20 процентов. Вот это такой социальный механизм, который я не видел. Не видел, что в России появилось. Да, я все больше не видел. Но спешка не в том, что вы получите новый 20 процентов, а в том, что от вас отъебали 20 процентов. А что, никто не помнит этой истории? Я при этом не заполнил, но у меня теперь не получился. Дальше. Дальше появились еще платные смски, когда, если за вас кто-нибудь платная смс продусал, вы получаете еще процентов. Кроме того, есть еще правило, вот это правило про приглашение, оно дополнилось правилом распространения репутации с коэффициентом 1 на четверть. То есть, если вы кого-нибудь пригласили, то вам идет не просто одно очко за то, что этот человек приглашен, а вам будет идти еще вот этот человек, который набрал какие-то дополнительные репутации, он свои смски собрал или еще сам кого-то пригласил, то вам от всего, чего он заработал, идет одна четверть. То есть, возникает такой граф, в котором у каждого только одно исходящее, одно входящее. То есть, каждый человек свои заработанные бонусы, количество одна четверть своему пригласившему пересылает. То есть, у каждой вершины исходящая степень 1. Уходящая может быть какая-то, скорее всего, 0, но исходящая всегда 1. Таким образом, вы базовый свой капитал заработали, дальше он с вероятностью с коэффициентом 1 четверть переместился, дальше он еще с коэффициентом 1 четверть переместился, еще 1 четверть. Получается, в исходящей геометрической прогрессии никакого взрыва не происходит. Вот есть такое правило. Теперь, зачем все это было нужно? Значит, на такт дает определенные преимущества тем, у кого этот рейтинг высокий. Основное преимущество при сортировке. То есть, вы оказываете сверху списков друзей, участников какой-то группы, тех, кто участвует в каком-то событии. Кроме того, я не уверен, насколько это правда или нет, что вот эти случайные 6 друзей, они тоже выбираются с некоторым, как это сказать, смещением вероятности. Они не совсем случайные, а случайные, может быть, пропорционально этим репутациям. То есть, чем больше у вас репутации, тем более случайно вы сюда попадаете. То есть, общий смысл такой. Вы повышаете свою видимость. Вы становитесь более заметным человеком. То есть, чем выше у вас репутация, тем более вы заметны. Менее случайно. Да. Ну, вот такой социальный механизм. Дальше DIG. DIG, мне кажется, возможно, самый влиятельный, ну, самый, так сказать, оказавший наибольшее влияние социальный механизм, который есть в интернете. И его потенциал еще до конца, мне кажется, не исчерпан. Значит, идея очень простая. Это будут новости, выбранные людьми. Есть CNN, там есть редакторы, они выбирают новости дня. Есть Первая команда, там тоже есть редакторы, они выбирают новости дня. А DIG – это новости дня, выбранные людьми, выбранные всенародным голосованием. Каждый человек может зарегистрироваться на DIG и голосовать за новостью. Новости идут двумя потоками. Пробившими потолок и непробившими. Значит, пробивший потолок – есть специальный хитрый алгоритм, вычисляется количество голосов, которые нужно набрать, чтобы попасть на главную страницу. При этом вы можете пробить потолок и оказаться где-то в середине потока. Но потом вы можете все равно еще за счет новых голосов расти, расти, расти и попасть на первое место. Первая страница может быть на восстит 50. То есть, когда вы пробиваете потолок, вы, наверное, попадаете на 50. Может быть на 50 место, а может сразу попадаете куда-то в середине и так далее. Но если вы уже пробили потолок, вы умереть уже не можете, вы можете просто упасть ниже 50, и тогда вы окажете в архивах главной страницы. Но уже вы доказали свое право на жизнь. Если вы не смогли пробить потолок, то вы остались навсегда во втором потоке. Второй поток — это кандидаты. Это новости с маленьким числом голосов. И тут это как бы как песочница. И туда люди смотрят. Это шанс для новых новостей. Иначе какие-то новости, которые пробились на первой странице, все за них голосуют, они так остаются, новые новости никогда не попадают. То есть нужно дать шанс, чтобы молодая свежая новость как-то пробилась. То есть вы... Чисток подъезд. Да, да. Вы, значит, заводите, публикуете новую новость, она попадает в второй поток, который в прогрессе называется Upcoming. Из-за нее начинают люди голосовать. Если она набрала достаточное число голосов, скажем, в течение первых трех часов своей жизни, она пробивает потолок. Общая, так сказать, позиция, общая, так сказать, оценка новости, есть публичная оценка — это количество людей, которые бы за нее проголосовало. И она не является определяющей. Определяющей является секретная оценка. У каждой новости есть секретная оценка, которая складывается из трех параметров. Сколько голосов — это кто голосовал. Если у каждого участника есть скрытая репутация, то есть если это заслуженный участник, который уже выводил в топ много новостей, много публикует, много комментирует, оценка — это хороший. Если это такой спам-зарегистрированный аккаунт, который ничего не делает только за новости, голосует, а сам новости не добавляет, то его маленькая. Его голос не очень хорошо считает. Чем более старый аккаунт, тем тоже он дороже. Итак, значит, количество новостей, кто голосовал и время. То есть каждый голос своего подали, он сколько-то засчитался. Через час этот голос, его вклад в два раза меньше. Через два часа еще два раза меньше. Может быть там другая форма, но этот вклад уменьшается. То есть происходит инфляция голосов. Для того, чтобы оставаться в топе, надо постоянно вбрасывать в печку новые дрова. Если вы новые дрова не вбрасываете, новости постепенно сходят на них. И в топе может быть новость на первом месте с 10 голосами, а дальше идет новость с 50 голосами. Но эти 10 голосов были собраны за минуту, а 50 были собраны на несколько часов. И DIG также имеет потоки тематические. То есть каждую новость можно пометить тагами. Там есть DIG отдельно по технологиям, отдельно по политике, еще чего-нибудь. Также DIG позволяет проводить такие вещи в итоге года. Это просто абсолютное количество. По количеству, забываем про время, просто по количеству голосов наиболее проголосованные новости дали. И так далее. В частности, есть такая же российская система, даже несколько, но самая популярная называется news2.ru. В частности, я горжусь тем, что я тогда заметил новость о том, чтобы ITMO в этом году выдвала чемпионат мира по программированию. Мы добрались до третьего места в главных списках новостей. Демократическое голосование считает, что это новость номер. У тебя там высокая репутация? Нет. Я туда зашел с OpenID, так что у меня там своего username нет. Можно сказать сайт, который поддерживает OpenID. DIG, естественно, клонирован во все места, куда только можно. Потому что общий принцип, он очень-очень привлекательный. Сортировать контент по оценкам пользователя. Есть в частности OpenSource реализация DIG, который называется Plig. И то есть, если вы хотите сделать DIG для каких-нибудь специальных новостей, я не знаю, новости Computer Science Club, сортированные по голосам, то вы можете поставить этот плиговский движок и разводить. Да, проблема в том, что это именно социальный механизм. Основная трудность набрать устойчивую группу пользователей, которые будут сумасшедше голосовать, добавлять новости, комментировать это все делать. Потому что без уйдей машинка не работает. Я не слышал, но не видел, а там нет механизма настройки дикологи, формулы или нет? Думаю, что есть. Но должно быть. Да, потому что главный тип DIG — это его секретная формула, которая постоянно меняется. И которая является секретом. Потому что есть еще такое выражение DIG эффект. Кто знает, что такое? По человеку, да. DIG эффект означает, что после того, как ваша ссылка на ваш сайт пробилась в топ DIG, через пару часов ваш сайт не работает, потому что туда идет слишком много людей. Он оказывается перегружен. При этом у вас еще спадает достаточно медленно. То есть еще на следующий день много людей, еще на следующий день и на следующий день. У вас потом где-то месяц будет плавно посещаемость стабилизироваться в окучное количество. Но через месяц уже никакого эффекта не остается. То есть все люди пришли и один раз посмотрели на ваш сайт, на ваш сайт очень коронавируется. Как правильно. DIG эффект. Так. Двинулись дальше. Другие истории. Вознавленный успехом DIG, Yahoo сделала такую систему, называется Yahoo.Buzz. Да, еще один элемент DIG важный, это диггерская кнопка. Она, так сказать, распалась по интернету, как такая страшная зараза. То есть любой человек мечтает быть в DIG. То есть если вы сможете продвинуть свою новость про свой сайт или со своего сайта. Если вы, скажем, в новостное агентство или какой-нибудь маленькой газете, то вы хотите, чтобы ссылки именно на ваши аналитические статьи или какие-то другие статьи. Например, многие спортивные издания, каждое из них хотелось бы, чтобы именно его статья Zenith Bavaria 4.0 попала в DIG. Потому что в DIG попадет одна статья. Там есть жесткое правило, что людей, которые добавили новость в второй раз, им сразу голосуют в минус по репутации и им в комментариях объясняют, что так делать не надо. Если кто-то у тебя переделал и добавил новость быстрее тебя, то должен голосовать за нее один момент еще раз. Новостным агентством очень важно, потому что для них DIG-подобные вещи это один из важных источников трафика к новостным ресурсам. Потому что DIG представляет собой фильтр. И DIG позволяет голосовать за новость не только на сайте самого DIG. Вы можете установить маленький JavaScript на, скажем, Спорт Экспресс. И после каждой новости такой задавает кнопочку DIG. И пользователь, который является DIG-овским пользователем, может на нее кликнуть. И DIG узнает, что на чужом сайте вот произошло событие. Данный пользователь про DIG данную новость. И он может показывать на Спорт Экспрессе, в сайте, запрашивая информацию из DIG, что уже произошло с октября. Я решил повторить этот фокус. И есть теперь такая кнопочка Yahoo Buzz, которую тоже можно добавлять к всяким блоговским новостям. За нее можно голосовать. И призом здесь является местом на самой новашней странице yahoo.com. Туда, конечно, попадает не 50 новостей, скорее всего, 1, 2, 3. Ну, есть еще отдельная страница Yahoo Buzz, где все они идут. Но на Yahoo.com попадает 1, 2, 3. Но это, друзья, самая посещаемая страница в мире. И вот если взять одну конкретную страницу, Google Chrome меньше посещается, чем Yahoo.com. А что с Google, там кто-то из прозера ищет, кто-то из национальной страны и так далее. И на нем нет никакого контента, кроме того. Значит, Yahoo, это самая посещаемая, у нее, там, может быть, сотни миллионов людей в день. Поэтому, представляете, вывести там слуху на компьютер-сайт памик-клуб в Yahoo.com, это такое большое достижение. Потом можно туда поставить эссенцию. Соответственно, Yahoo дает большой приз за эти Yahoo Buzz. И поэтому многие люди поставили эту кнопку на свои сайты, таким образом, Yahoo себя прорекламировал так еще раз, очень ненавязчиво. Получил несколько миллионов или миллиардов в день. Якуб баск-клубок. Теперь, какие бы новости, где бы вы не читали, вы видите логотип Yahoo. То есть, такой вот произошел социальный обмен. Социальный обмен, да? То есть, социальный обмен, да? Твиттер. Твиттер это, вот если в прошлом году все говорили фейсбук, 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 то сейчас, твиттер является самым модным и таким обсуждаемым, самым культовым в некотором смысле, социальным приложением в американском интернете. Кто знает, что это твиттер? Вот, потихонечку доходит. Твиттер это система блогинга, как LiveJournal, которая имеет пару особенностей. Первая особенность, что она подразумевает, что вы в основном блогите с мобильных телефонов. Вторая особенность, самая забавная, что запрещается публикация сообщений длиной больше 147. То есть, видите, социальный дизайн может заключаться не в том, что вы добавляете какое-то новое правило, какой-нибудь опцион, придумываете форму, но в том, что вы что-нибудь запрещаете. Оказывается, что лицо сайт, стиль и дух сервиса можно обеспечить с помощью закрыта. И это оказалось очень интересно, потому что люди поняли, что они свободны и писали глупости, вместо того, чтобы стараться сказать что-нибудь умное и писать только по поводу, ну, когда вы ему где-то что-то сказали. Теперь вы чувствуете себя свободным и писать просто именно. Я в кафе или там. Я ушел с лекции. Такая скукота. Следующее. Так, вот у меня ошибка в Амазоне. Амазон спам — это такая просто не социальный дизайн, а скорее ошибка в социальном дизайне. Или просто забавная история. Как можно заспамить Амазона по-хитрому? Вы заходите на Амазон и покупаете две книжки. Вы покупаете «Гарри Поттером» и покупаете... что вы еще хотите купить? Ну, я не знаю. Диссертацию Анатолия Абрамовича Шалетова. Потом вы заходите с другого аккаунта и делаете то же самое. И с третьего аккаунта, и с четвертого, и с пятого. А потом какой-нибудь обычный английский таленек заходит почитать про «Гарри Поттера». Видишь, что с «Гарри Поттером» чаще всего... Книжку Анатолия Абрамовича Шалетовну будет. Наверное, это тоже что-нибудь. Нет, ведь если пять пользователей как сделать, то такого не покажется. Наверное, «Гарри Поттера» покупают очень много, и эти пять человек... Ну, согласен, чтобы обеспечить коррелякцию, не так много. Потому что, как правило, с «Гарри Поттером» разные вещи покупают. И вот прям разные люди и в тот же день и покупают вот стабильные, и именно две книжки, а не пять, а не десять. То есть так, что... Ну, на «Гарри Поттера» может нет, можно заспамить что-нибудь другое понягче, да? Но идея в том, что... Я хочу проиллюстрировать, что любая рекомендующая система «Дигни», «Дига», «Нетфликс», «Амазот», любая рекомендующая система может быть... Если вы сознательно в нее вкладываете определенного рода входную информацию, уходящую информацию, то вы можете повлиять на исходящую информацию, на то, какие рекомендации они будут. Если люди будут в будущем пользоваться рекомендующей системой больше, чем сейчас, то спамерские атаки на рекомендующую систему тоже увеличатся. И тут тоже есть место социальному дизайну. То есть установки дополнительных правил и каких-то репутаций человека. Например, если человек ничего никогда в Амазоне кроме этого не покупал, то мы к нему относимся с подозрением. Или если мы уже определили круг аккаунтов, которые один раз были пойманы на Amazon Spar, то мы их в следующий раз уже игнорируем рекомендующие системы. Следующий? Это нужно действительно купить пять раз вот эту пару книг, чтобы... Ну и не проводилось время. Но такая история действительно, на практике она ослышивается. А, то есть там спамер должен быть невыгодно это делать? Вернуть можно? Да, эти самые... Во-первых, свою книжку он и так купил, продал, господи. А Карри Поттера перепродать тоже неправильно. То есть ты и денег-то не теряешься. Только только... Ну и что там пять книг? Дальше, дальше. LastFM. LastFM на самом деле очень прогрессивная компания. И с точки зрения социал-дизайна я думаю, что это одна из самых интересных компаний. И сейчас пытается сделать революцию в области системы оплаты музыки. Ну и вообще найти новые бизнес-модели для музыки. Исходно LastFM начался как небольшой плагин кренампул, который пересылал на интернет-сайт информацию о том, что ты слушаешь. То есть ты слушаешь что-нибудь на своем плейере, и он где-то регистрирует и хранит у тебя в интернете логи, что ты слушаешь. Хранит их для каждого пользователя, поэтому он может сказать, какую конкретную песню, сколько людей слушал сегодня, за последний месяц, вообще. Это очень создает общую картину, кто что слушал. Возникает такая социальная система в уголе граф между людьми и песнями, людьми и группами. Но при этом исходно там самых песен не было, mp3 файлов не было, просто граф, кто что слушал. Теперь они ввели аккаунты для музыкальной группы. То есть музыкальная группа может прийти и сказать это я. Им дается, что это пароля к их аккаунту. И они могут загружать музыку туда. И они могут загружать музыку туда с открытыми. Правильно сказать, это наши песни, это, скажем, наш сингл. Мы его даем всем LastFam пользователям слушать просто так. А могут сказать, это песня с платной подпиской. Если пользователь есть, я не знаю, общая LastFam подписка, он может слушать все песни. Или он может купить какие-то конкретные песни. То есть LastFam становится рыночной площадкой для музыки. Кроме того, LastFam еще одна интересная очень инновация. Вот, кстати, для машин-леника очень интересная. Это LastFam Radio. Там можно подписаться, например, на какой-нибудь тег, например, Russian Rock. Он ищет все песни, которые были действительно заплоднены, скажем, свободно. И случайным образом, или не очень, случайным образом, с какими-то вероятностями неравномерными, он начинает составлять радиопоток. И, кроме того, там есть место машинному обучению. То есть, например, от того, что вы слушаете, что там записано из вашего намбинампа, или что вам понравилось, не понравилось в прошлый раз, он может находить алгоритм персонального радио для каждого человека. Над этим они еще и работают. Это очень интересно. Про историю с последним альбомом «Радио Хет» тоже, наверное, все слышали или не все? Кто слышал? Прямо те же что? Да, да. Соответственно, группы начинают выпускать даты. А вот LastFam, он, скажем так, он, собирая статистику, это все хорошо. А как он, я просто, помню, полтора года зарегистрировался, посмотрел, что-то не пошло у меня. А как он получает негативный отзыв? Как он собирается получать негативный отзыв? Он в чем-то. То есть, скажите, просто получить положительный отзыв о песне можно, не заставляя пользователя заходить на сайт. Нет, получить отрицательный отзыв только через кнопку, ну, кнопка эта будет. Да, да. Сейчас очень многие клиенты, они его поддерживают там, ну, там, сайт, там будет возможность послушать вас в одном стрим, и когда слышишь вас в одном стрим, то у тебя будет больше плата, и ладно. Зачем негативный отзыв, в принципе, понятно, что если одна очень рейт, а другая ноль, то, ну, понятно, можно сдвинуть просто ноль там до середины, будут негативные отзывы и позитивные. Вкусы очень странные. Вкусы очень странные, видимо. Вкусы у тебя не спирс инсталит по тому 90-е. Нет, а он же смотрит на мои, на мои преобразования, понимает, что у меня Фридни спирс ноль, в то же время, например, рок сто. Нет, у тебя может на тебя не быть такой подробной статистик. Ласт ФМ Радио тебе рекомендует группы, которые похожи на то, что ты слушал до этого. Если у меня есть знакомые, которых я искренне люблю как людей, и, в принципе, слушаю их музыку, это не значит, что я, в принципе, переношу тот жанр, в котором они работают. Нет, но при этом ты у нас слушаешь музыку в потапе. Когда ты слышишь музыку в потапе, там твои, в почтении особой роли не играют, но я думаю, что играют, я не знаю, что мы продолжим играть. Да, если послушать это не роман? Окей, двигаемся дальше. Кстати, к Last.fm появился похожий русский сайт, который очень интересные вещи тоже делает. Он называется MoscowFM и PeterFM. Но основной сайт MoscowFM. Он, естественно, отличает от Last.fm, что там лезь вся. Это такой типичный признак России. И, в частности, они воспроизводят MP3-радио, потоковое радио, все основные радиостанции Москвы и Петербурга. Причем их можно слушать как за текущее время, так и исторически. Есть архив, то есть вы можете послушать, что там наше радио играло вчера. По этому поводу, есть еще интересное, при сегодняшнем конференции, самый популярный стартап был мобильный. Пользователь звонит по определенному номеру и подносит телефон к источнику звука. Он определяет мелодию и предлагает ему скачать и поставить на название. Скажем так, MoscowFM рядом с этим, потому что это вспомнить песню, и, грубо говоря, позволяет тебе вспомнить, когда последний раз была песня. Сегодня очень много это говорит. Понятно. Вот за ровно. У вас есть какие-то истории про токен сайты, обмен? То есть там тоже есть какие-нибудь обмены? Да. А что это причина? Ну, причина в том, что я не пользуюсь. Так бы, я согласен. Надо добавить сейчас. Окей, следующий элемент. Это такое крик отчаяния произошел, меры отчаяния. Блоги подвержены спамовским комментариям. Спамовские комментарии оставляются с целью оставить там ссылку, которая влияет хорошо. Ну, если бы хороший блог поставили ссылку на свой сайт, получилась ссылка с хорошего блога, если бы много таких ссылок поставили, у вас растет пиджрак, вам будут пользоваться, и все счастливы. Соответственно, кроме владельцев блогов, которым оставляют спамовские комментарии. Соответственно, было принято такое решение, что при публикации гиперссылок в блогах к ним добавляют специальный атрибут, вот этот nofollow, который означает, что блог просит поисковые системы не учитывать ссылки из комментариев при вычислении пиджранта. Это делалось для того, чтобы как бы ссылка для пользователя остается, а для спамеров ее ценность значительно уменьшается. То есть это было сделано в надежде, что спамеры будут меньше спамить, потому что эффективность спама уменьшится. Ну, не знаю даже по степени это спасло. Следующая история, которую я хочу рассказать, ну, вы ее так знаете, это Яндекс топ-30. Яндекс топ-30 это штука, которая изменила то, как люди пишут в бюджетах и других блогах в России. Яндекс вычисляет 30 самых популярных записей каждый день. Эта страница посещается там сотнями тысяч, я не знаю, миллионами людей. Кто ходит на эту страницу? Яндекс топ-30? Мне очень понравилось. Кстати, походите. Первое время было ужасно, сейчас и получше. Тем не менее, все-таки здесь оказалось чек-7, я такое видел. Действительно там сопоставимые интересности записи с тем, что пишет ваши друзья, потому что это действительно качественные записи. В смысле, с вещами, на которых появляется много ссылок, на которых много комментариев. Понятно, да? И которые написаны авторитетными блогерами. Но это очень скандальные вещи всегда. Это вещи такие, там не знаю, введение православия в школы, или там какой-нибудь теракт обсудить, или про выборы что-нибудь. на надболские разборки и так далее. То есть те, кто не любит желтую прессу, любит, так сказать, сидеть дома в уюте, тем, наверное, где Яндекс-130 не понравится. Но смысл в том, что за них пошла огромная борьба. Это как Яху-бас. То есть это возник вариант, возникла возможность бесплатно, что важно, продвинуть свое сообщение в массу. И поэтому возникло большое количество историй, типа, пропала девочка Соня, пожалуйста, все поставьте в своем блоге ссылку на меня, оставьте здесь комментарии, мы обязательно должны быть в Яндекс-130. То есть пост в явном виде, призывая остальных людей, ну, как бы обмануть Яндекс-Ускавляйте и вывести пост в ТОП-30. Стандартная история была, это конкурс красоты. Оставьте вашу фотографию в комментариях и в своем ЖЖ поставьте ссылку на этот конкурс красоты, и сейчас мы все будем голосовать на мисс ЖЖ весна 2006-2007. Соответственно, вот там тысяча ссылок, тысяча комментариев, висим в ТОПе. И это, главное, хорошо не только для быть в ТОПе, это еще хорошо для общей репутации блогеров. Потому что есть еще отдельный список не самые горячие посты дня, а общий список по популярности всех блогеров. Яндекс дает, и это, кстати, очень смелый поступок, я такого не видел, технорате разве что. Google, например, не дает, вы сайт номер 435 согласно пейджанке, или вы сайт номер 12 миллионов 784. Google осторожно, он говорит у вас 1, 2, 3 или 10. До такой степени округляет и говорит, какой у вас порядок. А Яндекс честно говорит, вы 744. И благодаря этому особо самолюбивые личности ходят на Яндекс каждый день и говорят, сегодня я на 10 позиций поднялся, завтра я на 50 позиций упал, надо что-то делать, надо помеховать какой-нибудь новый пост. Ну, для особытных впечатлительных можно поставить все кнопки на место, виджет, который будет показывать вам вашу текущую позицию. Окей. Есть немного времени по последний альбом. История такая, что они выложили альбом и сказали, что его можно скачать и каждый платит сколько хочет. Можно на 0 цент, можно на 1, можно на 10 и так далее. Был такой эксперимент. Вместо фиксированной цены каждый платит столько, сколько он считает нужно платить. А кончилось то это чем? А? А? Нет, в первом месте вплоть не платили. Нет. Получилось заработку? Вроде бы, что получилось, да. Но, надо сказать, что пиар получился чудой, а в очень большей силе пиар. Даже те, кто не собирались покупать, они хотя бы заинтересовались этим альбом, как вот мы сейчас. Видите, я вроде не собирался рекламировать эту группу, это тайммонд, но... То есть, он оказался именно как такой, не как музыкальный объект интересный, а именно как предмет, так сказать, инноваций в области бизнес модели. Я читал недавно, что Кинг выкладывал свои произведения. Книжки, да. Да, для скачивания, каждый платит сколько хочет. Он не окупился и он убрал эту политику. При том, что Кинг все-таки более известный, я думаю, для жизни. Не умеет. Не умеет. Книжки можно читать на бумаге, а пускай от бумаги. Не могу купить виск, аналог. Нет. Я даже не знаю, но не исключено, что у них это просто самая популярная группа, так что... Может быть. Может, я кинул. А? Нет, они бесплатные, потому что они бесплатные. Да, что? Нет, то есть баллоты прямого, а то это. Да, действительно самое, да? Кто на втором месте? Они на втором месте. Потому что они бесплатные, а не на втором. Ну, то есть... Ага. Нет, ну там же с радио хэдом возле фэма вообще что-то не было. Там радио хэд, например, в топе почти все группы власт-фэм на какое-то время было. Но как-то слишком много надо слушать, но они как стоп снова тренируются все. Понятно, да? Окей. Да, хотелось просто перечислить какие-нибудь оффлайновые примеры, потому что социальные механизмы, как в таком ремесленном и просто как в исторически сложившемся формате, они существуют, конечно, в нашей жизни давно и много лет. И просто интересно теперь красивые идеи переносить как бы из оффлайновых вещей в онлайн. Хочу вас просто спросить, как вы думаете, где вообще есть эти самые механизмы дизайна и социальные меси? Скидочная карта. Хорошо. Что это? Ну, опять же, Майлс и Молли в Ганзовске. Ну, это система лояльности. Система лояльности и скидочная карта. Хорошо. Хорошо. Задам направление. Налоговое законодательство. На самом деле это очень большой инструмент. Всевозможность социальных организм. Когда вы говорите, плоский налог или не плоский, учитывается ли ваше пожертвование в благотворительность при оплате налогов или нет. Или, например, если в разных штатах разные налоги. Или, например, вы говорите, что в Петербурге Газпром не платит никаких налогов, потому что зато он будет строить какие-нибудь здания для города. То есть вы устанавливаете правила и компании под это подстраиваются. Да, у нас инвалиды дешевле бать на работу. А? У нас инвалиды дешевле бать на работу. Ну, вот, да. Налоговая амнистия недавно, наверное, неплохая. Ну, я говорю, любое налоговое законодательство. Это одно большое пользование. Не рабочее, а трудовое законодательство, это значит другой пример. Нет, там с налогами, именно. А, именно с налогами? Они дешевле налога обладают, чем в гостом сотрудничестве. Ага, понятно. Я не знаю. Так. Вот, а сейчас я очень известный социального дизайна. Как налоговая, это социальная доступность в Европе. Там налогом облагается единица юрид. И ей является семья. И там, как известно, прогрессивные налоги. То есть, если один человек зарабатывает тысячу долларов, то семья зарабатывает и, соответственно, платит более высоких налогов. Все разворачиваются в Европе сейчас и меньше, чем урак. Понятно. То есть, вы мнение, и она на эти отношения. Понятно? На, это же понятно. Да. Что это, по-настоящему, в форму сообщества, все механизмы, как в случае, вслед за законодательство российских больших бухгалтеров. Что больших? Бухгалтеров. Ага. На такой степени у них социализация, как лучше уйти от этого налога в этом крупном случае? Двини. Ну, хорошо. Ладно. Ну, понятно, что политическая система – это тоже социальный дизайн. Когда вы говорите, что простым большинством или нет, есть явка или нет, можно ли голосовать против всех или нет. То есть, когда вы устанавливаете правила политических выборов, это тоже… Вы, в конечном счете, устанавливаете какие-то механизмы, которые управляют общество. Следующая, возможно, самая глубоко и широко изученная – это транспорт. Потому что правила, например, как работают светофоры, есть там датчики или нет, поскольку секунд гореть и так далее. То есть, это более математическая модель, да? Когда вы устанавливаете правила, или, например, где односторонние дороги, где двусторонние дороги и так далее. То есть, вы хотите найти такую систему правил, которая под каждую систему правил водители как-то оптимизируется, да? Причем оптимизируется эгоистично. То есть, каждый водитель едет как ему удобнее. Знаете, вот есть такой знаменитый пример про то, как… Сгруппирование дороги, да? Да-да-да. Ну, это я вам рассказывал, у вас такая, сейчас… Так, а что ты тут мелко? Ты тут мелко? Переверни. Надо перевернуть. Нет. Да, я не принес маркер. Ну, ладно, с тобой быстро. Просто уже сломала вот такой дух. Окей, такой знаменитый пример. Есть с точки А в точке Б. Значит, здесь ехать 1 час, здесь ехать 1 час. Здесь простой какой-то, очень короткий промежуток. Мы вот так, для простоты скажем 0. А здесь, я так скажу, x, здесь x. Значит, x означает следующее правило, что время движения по этому участку пропорционально проценту автомобилей, который здесь едет. То есть, если едет 50% автомобилей по этому ребру, то полчаса. Если все едут, то час. Ну, просто, как бы, чем загруженная дамка, тем медленнее едут. Если единственная машина, можно… Можно, значит, за ноги ехать. Вот такая система. Какой самый оптимальный путь? Как надо ехать? Как бы вы поехали? Сколько машин было? А? Сколько машин было? Нет. x0x. Всегда x0x. Потому что здесь вы как максимум час в проекте. Здесь 0, здесь x. То есть, вы как максимум, ну, 2 часа или быстрее. А если вы поедете как-нибудь вот так, то здесь вы выбрали вместо x, вы выбрали час. То есть, вы только все хуже сделали. Понимаете? Все едут x0x. И на сколько времени все едут? Все едут за 2 часа. Теперь, силами Валентина Ваенова на бутылку, мы скрываем эту дорогу. Теперь, как ехать с правой и слева, все равно. Таким образом, половина едет справа, половина едет слева. Все доезжают за 1,5 часа. Таким образом, закрытая дорог позволяет упростить ситуацию. В России-то на кухне? А? В России используются? Закрытие дорог? На другими целями. Скажите, похваживать себя на механизм. Для каких использований. Вот. Есть такое очень знаменитое американское правило. Carpool lane. Это специальная полоса. Кто про него знает? Carpool lane. Это для тех, кто едет в полукость у забитой машины. Хотя он вдвоем. Кто знает? Значит, на всех, которых я видел, практически на всех, американских highway есть крайне левая полоса с таким робликом обозначенной, на который разрешается ездить только мотоциклистом, автомобилем, которых хотя бы два человека. Ну, по ним, включая автобус, у которых много людей. И электрическим автомобилем. Иногда еще один. И даже в самые большие пробки эта полоса едет гораздо быстрее, потому что таких людей все равно мало. В Америке каждый ездит, как правило, в машине по одному. То есть у каждого есть своя машина. Даже сотрудники Макдоналдса у них у всех там есть машина. У школьников там все ездят на машинах. Особенно в Калифорне. То есть в Нью-Йорке, может быть, нет? В Калифорне, да. И в Нью-Йорке, я, кстати, не уверен, что есть каппулы. И, соответственно, такое правило и выделение специальной полосы, по которой всегда можно проехать быстрее, мотивирует людей, например, на работу, договариваться, если они в одном районе живут, в одном районе работают, договариваться ехать вместе. Потому что, как они знают, они приедут гораздо быстрее, чем если каждый будет. То есть эти правила каппулы. И, например, другой мотив, да? Заводить электрические автомобили. Вы делаете общество лучше, и мы вам даем ездить быстрее. То есть возникает такой социальный механизм. А разрешается с буксировкой ехать? Может быть, вытекаем парьём? Нет, нет, нет. Ну вот это вот начинается как мусмам. Ещё один важный пример – это иммиграционное законодательство. Потому что, регулируя, кого вы пускаете в страну, кого не пускаете, например, с каким образованием, из каких стран и так далее, вы в конечном счёте регулируете, кто у вас будет в стране жить. Или по крайней мере. Вы знаете, что в Новой Зеландии есть ограничение по весу? Снизу или сверху? Снизу или сверху? Снизу или сверху. Ну, или, может быть, вес к росту или что-то такое. То есть там была такая история, туда хотели иммигрировать два андричанина, муж и жена, оба довольно полные люди. И жена смогла встретить, а муж не прошёл, а остался догадиться худеть. А принцип такой, что в Новой Зеландии государственное здравоохранение, они считают, что принимать в страну людей с избыточным весом это слишком дорого, потому что они не хотят оплачивать, потому что эти люди болеют чаще и требуют больше денег, и они не считают возможным тратить деньги налоговых платежников на лечение полных людей. Это ещё поощрение, рождение, все аборты. Да, да. Это ещё пример устранения внешних эффектов, загрязнения, всякие киосы, продажи код. Экология, да? Да, то есть примеров много. Но вот интересно, что в ВЕПе тоже такие фокусы можно делать, но науки за этим нет. То есть есть коллекция анекдотов, но какой-нибудь такой устроенной теории пока нет, но это в то же время большое белое пятно и большие шансы тут что-нибудь придумать, потому что если вы берётесь за теорию алгоритмов сортировки, то вам трудно придумать что-то новое. Там хотя всё понятно и такая красивая теория, но придумать что-то реально новое очень тяжело, а здесь вроде всё жёстко. В каждой конкретной области есть своя теория, и налогоблажение, и транспорт, то есть там же есть свои. Возможно, возможно. Так, теперь хочется сказать пару своих идей. Значит, первая идея о том, как выбирать, что ставить на главную страницу. Это такое развитие идей дигов. Предположим, вы Сбербанк или Газпром. Вам нужно сформировать вашу домашнюю страницу. Или, скажем, марка одежды какой-нибудь. Манго. А вот действительно, если бы вы были компанией Манго, что бы вы положили на главную страницу? Ну, бренд одежды. Манго, я не знаю. Новые модели какие-нибудь. Новые модели, хорошо. А что ещё? Знаменитости в новых моделях. Хорошо. Скидки, хорошо. А, Лиза, хорошо. А, хорошо. Вы сейчас много идей можете нагенерировать. От ближайшего магазина. Да, да, да. Идей много. Понимаете? То, что вы положите на главную страницу, и чем крупнее будут буквы, и чем больше места, тем больше туда люди пойдут. То есть от того, что вы положите на главную страницу, зависит то, как вас воспринимают люди. Будут ли они пользоваться магазинами? Или узнают ли они вообще о том, что знаменитости действительно носят марку этой одежды? Вам надо принять решение. Тут нет такой стратегии, чтобы положить всё. Есть такие большие компании, или новостные сайты. Например, как новостной сайт, скажем, газетовую лентуру, выбирает, что положить на главную страницу. У них положено не очень много журналистов, поэтому если они решили про что-то написать, они и положат это на видное место. Но в других местах... В общем, вот я нашел 6 факторов, которые могут использоваться при определении того, что делать наиболее заметно. Не только на главной странице, вообще в рамках любого сайта. Значит, это выбор администратора. То есть если вы начальник сайта, вы выбрали, что положить. Это такой самый простой. Дальше самое последнее. То есть другой принцип. Опять же, в Манте, то же самое, или в Сбербанке, вы можете воспользоваться этим принципом. Просто последние новости. Или просто по времени. Следующий пункт, который в Сбербанке не очень подходит, это если кто-то заплатит. То есть денежные инициативы, они тоже принимаются на долю. Следующий пункт, который активно используется в социальных сетях, это положить что-нибудь случайное. Например, 6 случайных друзей в Facebook или ВКонтакте. Потому что положить всех в список, всем друзей. Если в моем профиле, при каждом заказчике моего профиля нужно будет грузить все 750 моих друзей, то это будет очень медленно и большая нагрузка на систему. И потому что никто же не может прочитать этот список. Надо сколько процентов учить. А что под ним еще, если развестили? В общем, это неудобно. Поэтому, когда есть, например, с теми же самыми моделями, конечно, можно делать много моделей. Можно показывать случайные модели. Это другой принцип, чем последний. Следующий момент, это как в Digi. В каждой модели мы можем сделать голосование и показывать те модели, которые имеют наиболее число голосов. Это другой пункт. Последний пункт, это персонализация. В зависимости от того, кто смотрит, мы показываем совершенно разные страницы. В частности, сейчас Яку работает над проектом персонализации главной страницы, той самой, которая посещает больше своих. Ну, я не знаю. Мне кажется, за этим может быть какая-нибудь маленькая теория. Или может быть, например, возникли какой-нибудь новый седьмой фактор или восьмой фактор. Потому что сейчас большинство все эти страницы статичны. И некоторые страницы... UserVote, например, хороший метод, но он требует комьюнити. Нет комьюнити, нет. В принципе, не работает. Но вот, например, random, вроде бы хороший принцип, но он на большинстве сайтов не реализован. Хотя, возможно, он имеет смысл. Ну, например, он реализован в Википедии. В Википедии главная страница, не так, где много языков, а вот главная страница одного языка. Там есть, например, featured articles. Там есть совершенно-то типа статьи, которые связаны с сегодняшней датой. Статьи, которые там... Просто хорошие статьи, случайно хорошие статьи, которые мы рекламируем сегодня. Или статьи, которые были особенно дополнены сегодня. Или статьи, которые релевантны новостям сегодняшним. И так далее. То есть у них есть разные механизмы тоже выбора того, что выложить на главную страницу в Википедии. Чтобы она была интереснее. Тут можно посмотреть какую-нибудь маленькую локальнюю теорию. Следующая идея такая. Это разбитие принципа, чем ты лучше, тем реклама тебе дешевле. Вот мы вывели такой общий принцип из конкретного механизма ценообразования на Google Adwords. Его можно реализовать по-другому. Предположим, у вас есть аккаунт в социальной сети. По правилам контакта простой пользователь может послать не более 40 сообщений. А вы, скажем, Сбербанк. Вы хотите всем людям сообщить радостную новость. Есть ипотека от Сбербанка. Все давайте покупайте. Но ВКонтакт не будет счастлив, если каждая компания может даже за деньги рассылать неограниченно до 1000 сообщений. Потому что пользователи будут несчастны. Потому что если из этих большинства сообщений большинство будет невелимат пользователей, то пользователи будут грустны. Уходить из контакта. Поэтому мы сделаем по-другому. Мы каждому Сбербанку дадим право, ну, скажем, он заплатил такой второй взнос, разослать 10 сообщений, там, 100 сообщений. Но каждое сообщение стоит его одно, так сказать, один репутационный балл. Но каждому сообщению мы привяжем маленькую кнопочку. Когда человек ее получает, он либо голосует, либо ему понравилось сообщение, либо не понравилось. Ну или может быть еще нейтрально. Если кому-то понравилось то, что он получал в Сбербанке, Сбербанк получает 10 новых ажков. И тогда он может послать еще 10 сообщений в течение дня. И так далее. До тех пор, похоже, тут 3. То есть если у Сбербанка есть стратегия, когда он, проглядывая профиль, находит действительно людей, которые действительно могут заинтересоваться, и 10% из них голосует за, то Сбербанк, в принципе, может продолжать за один стартовый взнос неограниченное число сообщений. А если кто-то непопулярный, он 10 раз послал, никому не понравилось, ну и все. Игорь. Игорь. Да. Возникает проблема. Такой социальный механизм. Возникает проблема. И у вас есть возможность проспамить. То есть ты регистрируешь 11 аккаунтов, 10 не посылаешь, они все голосуют за. Уже умножил 10 на 10, уже у тебя 100. Дальше уже может обычный. Надо сделать так, чтобы, например, у каждого участника тоже должна быть какая-то своя репутация, насколько это не бот. Насколько это не бот. Да. На самом деле, я не знаю, проще по-моему, что производитель, вообще рекламодатель не знал о своих персональных действиях, а знал о группах. То есть делал рассылку, допустим, рекламодатель хочет заслать информацию кипотеки, не знаю, только мужчинам. И рассылка происходит не персонализированно, а рандомно, но среди какой-то ограниченной группы. Хорошо. Мы можем язык распространить, язык торгитирования, то есть систему торгитирования мы можем запустить как угодно, по группам, типа, когда ты ведешь constraints, когда ты говоришь возраст, география, пол, что хочешь, да? Что угодно, но ты должен поддерживать 10% позитивной обратной связи, иначе, 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 это существует от справа. Какой ты курс поставишь между сколько стоит одно сообщение и сколько ты получаешь за позитивный ответ? Такая будет защита. Если ты будешь платить только по 2 очка за каждое сообщение, ты должен 50% поддерживать, чтобы оставаться интереснее. Относительно защитить, потому что понятно, ты специально сделаешь бот и сделаешь запрос, который подходит под этот бот. То есть целевая аудитория будет буквально один или несколько человек, и этот бот тебя все время будет рейтить. будет тоже от смысл. В смысле? В первую арку смысл, а он один раз хватит и посылает сколько хочет, потому что у него есть боты, которые за него все время голосуют. Зачем бот? Нет, нет, еще раз. Я говорю, что мы не будем говорить, мы можем сказать так, что когда пользователь говорит, мне понравилось сообщение, он дает обратно эти репутационные очки не по плоской шкале, каждый дает 10, в зависимости от того, насколько это хороший сам человек. Если это человек в контакте, когда я снимал за вчера? Нет, нет, подожди. Смотри. Схема не работает. Если ты начинаешь посылать сообщения той группе, в которой у тебя только боты, то у тебя обратная рассылка будет работать только на эту группу. Ну, а каким образом? Нет, просто если это делать следующим образом. Если ты посылаешь здесь сообщение, получаешь репутацию, то есть если это будет в ручном режиме следующий оценок. А, вот. Теперь я понял, что ты сказал. Возвратные очки только на эту группу только можно говорить. Конечно. Возвратные очки просто автоматически присоединить. То есть ты посылаешь здесь сообщение, если с них хороший как бы респонс, у тебя происходит дальнейшая рассылка по этой группе. Ага. Да, так хорошо. Слушай, это классно. Да, замечательно. А можно паузу? А? Можно паузу? Можно что? Паузу. Можно.